Всем привет! Меня зовут Ника. Это моя вторая попытка записать это видео, потому что первая была слишком долгая и слишком много разных подробностей, потому что, блин, у меня разрешенной камеры нет. Снег. Маркус, это снег. Вау. Короче, это видео будет про мой опыт абьюзивных отношений и про абьюзивные отношения в целом. Когда мне было примерно 20 лет, я была в абьюзивных отношениях. Мы познакомились по интернету, всё было очень мило, мы много переписывались, но он жил примерно в 2000 километров от меня, поэтому я купила билет на поезд и поехала. Было лето, классно, вот. Мы встречались на расстоянии, наверное, года полтора или год, я точно не помню, и это к лучшему. Я несколько раз приезжала к нему, он один раз приезжал ко мне, а в остальное время мы постоянно целыми днями разговаривали по скайпу, когда я приходила с универом, и играли в компьютерные игры. Всё было довольно серьёзно, мы планировали, что он после того, как закончится универом, переедет ко мне в Москву. Я не буду рассказывать всё мега-мега-мега подробно, но я расскажу самые такие главные штуки. У него очень часто менялось настроение. В одну секунду он был супер милый, в другую секунду все вокруг были ужасными, мир говно, родители его используют, друзья его там тупые. И в такие моменты я понятия не имела, что мне нужно было делать, потому что если я начинала его успокаивать и говорить, что я его люблю, нет, он хороший и он не говно, то он злился на меня. Но если я молчала, то он говорил то, что мне плевать. В итоге, как бы, что бы я ни делала, это всегда влекло за собой агрессию. В этих резких сменах настроения не было абсолютно никакой логики и предсказуемости. На одно и то же в разные дни он мог отреагировать совершенно по-разному. И я могла неправильно чихнуть, могла неправильно одеться, что-то сказать, как-то посмотреть, и из-за этой непредсказуемости у меня очень сильно расшатались нервы. Я очень много плакала, у меня были всякие истерики, я кричала в подушку, там запиралась в ванной и лежала на полу. Просто полная жесть. Там била кулаком об стену, всякие такие ужасные штуки. Ему не казалось логичным то, что своего близкого, любимого человека не нужно обижать. Он мог обзываться, унижать меня, он мог унижать моих друзей даже в лицо. Там в комментариях постоянно написал, что там вы тупые мудаки, ваш вкус и говно. Мои вкусы были говно, моя музыка была говно. Я, например, делала сайт долго очень свой первый, и он знал это. И первое, что он сказал, это говно, мне не нравится. Иллюстрации, он говорил, мои не заслуживают того, чтобы за них платили какие-то деньги. Когда я выиграла обучение в Америке, то я, конечно, очень сильно обрадовалась, никакой поддержки я от него, конечно же, не получила. И когда я туда уехала, то первое время у меня было довольно так грустно и стрёмно. И он заваливал меня такими сообщениями, типа, ты совсем меня не любишь, ты уехала от меня, бросила меня в этой жопе, сама там в сливочках купаешься. И если я обижалась на что-то, что он говорил, то он обижался на меня, и мне нужно было извиняться, и только тогда мы мирились. Во всех ситуациях, когда он что-то неприятное мне говорил, виновата всегда была я. И это невозможно было никогда оспорить. Когда я ему что-то припоминала, то он всегда говорил, что я всё помню неправильно. То, что у меня неправильная память, там, ну, милая, ты же знаешь, что у тебя там плохая память. Ну, ты что, ты совсем всё напутала, я не мог такого говорить, ты что. Просто, как пример, однажды он приехал ко мне в Москву, я купила ему билет на Новый год. Вот мы лежим в кровати после прекрасного вечера и разговариваем, и всё очень мило и клёво. Потом я иду пописать, возвращаюсь, и он лежит и молчит. Я такая, а что случилось, о чём мы говорили? Молчит, молчит, молчит. Потом он встаёт, уходит в соседнюю комнату, ложится на диван и говорит, я буду спать на диване. Я просто такая... В смысле? Что вообще случилось? Чё произошло? I shit you know. Вообще ни одной причины не было для того, чтобы, ну, так себя вести. Ещё какое-то время я пытаюсь спрашивать его, что произошло. Он просто игнорирует меня, поэтому я ложусь в кровать и начинаю там тихонечко плакать. Проходит какое-то время, там, допустим, минут десять-пятнадцать. Он возвращается, обнимает меня, прижимает к себе и говорит, что очень сильно меня любит. И дальше прям супер громкие слова. То, что только ты меня такого любишь и, там, ты любишь меня сильнее всех, бла-бла-бла. Я сквозь слёзы спрашиваю его, что это вообще было. И он такой, ничего, ничего не было. Вообще вот эта мысль очень часто произносилась, что, типа, да, я такой, и вот все меня за это бросали, но только ты меня действительно любишь. Ты любишь меня таким, какой я есть. И он всегда меня убеждал в том, что это совершенно нормально, то, что все люди ссорятся, все пары ссорятся, что нам просто нужно работать над отношениями, а конкретно мне нужно работать над тем, как я реагирую на вещи. И я соглашалась. Однажды мы очень сильно поссорились, потому что я узнала то, что он гомофоб, и сказала ему, что я не могу встречаться с гомофобом. Мы спорили-спорили, в итоге мы помирились, но он сказал, что мне нужно работать над тем, чтобы не быть такой категоричной с любимыми людьми. Я всегда оправдывала его и винила себя. Просто он очень эмоциональный, просто он живёт с родителями, просто он не живёт в Москве, просто ему меньше повезло. Но он же меня так сильно любит, а я, как я могу жаловаться? Я что, его не люблю? Это что, не настоящая любовь? Вот из-за этого, из-за последней мысли у меня было ужасное, гигантское чувство вины. Я сейчас описала всякие плохие штуки, естественно, были ещё и хорошие, из-за которых мы, в общем-то, и встречались, и это длилось. Но периодически возникали времена, когда мы ссорились несколько раз в неделю, плюс со временем в целом всё это ухудшалось. И в эти моменты, ну, я очень много плакала и понимала, что это вообще не ок, и нужно заканчивать то, что я несчастлива. И несколько раз я пыталась расстаться, но каждый раз он давил на жалость и говорил, что мне нужно дать ему второй шанс, там, третий, четвёртый, пятый шанс, что он меня очень сильно любит, никто никогда меня так сильно не полюбит, как он. Ба-ба-ба-бабла, короче, он убеждал меня в том, что, действительно, меня никто так сильно не полюбит. И после того, как мы мирились, у меня было ужасное, опять, чувство вины, то, что я ужасный партнёр, потому что он меня любит, а я хотела его бросить. И я постоянно пыталась загладить свою вину, рисовала ему, там, всякие рисунки, дарила ему игры, там, пыталась быть очень-очень любящей и поддерживающей, там, всё такое. В итоге у меня всё-таки получилось его бросить, потому что мне прислали его переписку с девочкой в какое-то там, в разное время наших отношений, и я узнала то, что он мне изменял. Потом уже оказалось то, что он изменял мне с двумя девочками, и с обеими он был абьюзивным, и одну из них он даже бил. Ей на тот момент, кстати, было 16 лет, и в полицию она не пошла. Даже когда я всё это узнала, он опять хотел со мной помириться, и я почти помирилась, но в итоге нет. В итоге у меня получилось с ним расстаться, потому что у меня появилась на тот момент работа, которая занимала всё моё свободное время с утра до вечера, и мы не разговаривали по скайпу, и это было как, типа, изменение привычной рутины. И второе, потому что он был на расстоянии, на большом. Так вот, это очень типичный пример абьюзивных отношений. В наших отношениях не было физического насилия в привычном представлении, но было эмоциональное насилие и постоянные манипуляции, которые повторялись по определённому паттерну. В итоге это всё довольно сильно подкосило моё здоровье и нервы. И спустя год или два я, если слышала какой-то похожий тембр голоса или какие-то речевые обороты, похожие на него, то мне становилось плохо и стрёмно, мне снились долгое время кошмары. И мне кажется, что только последний год всё это наконец-то прекратилось. Итак, первое. Абьюз всегда повторяется по определённому паттерну, который состоит из четырёх этапов. Первый этап — это нарастание напряжения, когда ты боишься сказать что-то не то и волнуешься, что сейчас произойдёт что-то. Второй этап — это когда происходит сам абьюз. Третий этап — когда вы миритесь, и чаще всего абьюзер отрицает то, что какой-либо абьюз произошёл, говорит, что, наверное, у тебя что-то с памятью, ты всё не так поняла, было всё совсем не так, я сейчас тебе расскажу, как было. Или говорит, что, ну да, было так, но совсем не так плохо, как ты описываешь. И четвёртый этап — это медовый месяц. На четвёртой стадии обычно все забывают то, что какой-либо абьюз происходил, и думаю, господи, как мы счастливы, как мы влюблены. Но потом неизбежно всё как бы скатывается в первую стадию. Каковы признаки абьюза? Ваш партнёр делает вам неприятно или унижает, грубит, стыдит, унижает достижения и взгляды, плохо отзывается о ваших друзьях, кричит на вас, обзывается, критикует внешность, фэтшемит, например. Ищет в вас недостатки, которые вам нужно в себе исправить. Отказывается обсуждать проблемы и делает вид, что ничего не произошло. Заставляет вас сомневаться в вашей рациональной оценке, в вашей памяти. Это, если что, называется газлайтинг. Перекладывает ответственность за своё поведение на вас или на вещества, или на других людей, вообще на кого угодно, кроме себя. Заставляет вас чувствовать вину и не извиняется. Угрожает и манипулирует, применяет физическую силу, толкает, хватает вас, тотально контролирует вас и нарушает ваши границы, например, читает ваши переписки, отслеживает, где вы и когда. Склоняет вас к сексуальным действиям, которых вы не хотите. Но это, опять же, к вопросу границ. У него очень непредсказуемое настроение, и он очень легко может стать агрессивным или обидеться, заставляя вас вымаливать у него прощение. В нормальных отношениях вам комфортно, спокойно и предсказуемо в 99% случаях. Конечно же, случаются ссоры и непонимания. Но вы всегда друг друга уважаете, даже во время ссоры. И когда вы ссоритесь, вы стремитесь друг друга понять и не обидеть. Просто на протяжении всего времени отношений вы уверены, что вы друг друга любите и у вас все хорошо. То, что ваш партнер вас уважает и ценит. Но если вы боитесь что-то не то сказать, много плачете, постоянно придумываете оправдания для своего партнера, вините во всем себя, боитесь разозлить своего партнера или ставите его желания или интересы выше своих собственных, то это абьюзивные отношения, и их нужно прекращать. Откуда это берется и почему это так широко распространено? Абьюзивные отношения могут быть и в квир-парах, и в отношениях друзей, и в отношениях родственников с детьми. Но в подавляющей большинстве случаев абьюзер — это мужчина, а жертва абьюза — это женщина. Конечно же, это не случайность. Это прямое отражение сексистских норм в обществе, которые воспроизводятся в культуре, во всей культуре вокруг и в наших семьях. Это как такой вечный двигатель. Культура влияет на то, как мы общаемся между собой, а то, как мы общаемся между собой, как бы в итоге продуцирует культуру. Бьет — значит любит. Плохонький — домой. Бей бабу молотом — будет баба золотом. Мужчина доминирует, женщина подчиняется. Наша сексистская культура соткана из очень многих таких идей. Очень важно понимать, что абьюз — это не психическое отклонение. Это следствие определенных убеждений и ценностей. Поэтому абьюзеры так редко меняются, потому что настолько укорененные штуки в голове, как отношение к женщинам в целом, их очень трудно изменить. Такое случается очень редко. Я лично знаю женщину, которая в отношениях со своей партнеркой была абьюзивной, но с помощью книги «Зачем он это делает?» Ланди Банкрофта или Ланди Банкрофта. С помощью этой книжки и с помощью сеансов с психотерапевтом она смогла перестать воспроизводить абьюзивные практики. Но в целом такое бывает очень редко. Из-за того, что абьюз так логично вытекает из гендерных стереотипов, его очень-очень тяжело заметить на первых порах. Потому что сначала все это выглядит просто как нормальные отношения между мужчиной и женщиной. Никакого синдрома... Здравствуйте. Никакого синдрома жертвы не существует. Это все полный булшит и просто неправильное понимание стокгольмского синдрома. Это очень-очень странная интерпретация, когда вот люди в интернете пишут, что есть какие-то люди, которые притягивают к себе абьюз. Все это полная фигня. Есть женская и мужская социализации. И они нормализуют определенные отношения между мужчинами и женщинами. И, к сожалению, в сексистской вот этой системе гендерных норм абьюз — это совершенно прямое логичное следствие. В абьюзе нет ничего врожденного. Иначе бы мужчины абьюзили своих начальников, насиловали их там их, а не своих жен и детей. Мужчины не насилуют женщин, потому что они неуправляемые животные, которые не могут совладать со своими инстинктами. Мужчины насилуют женщин, потому что они убеждены то, что это ок, что у них есть на это право. Потому что они самые главные, они доминируют, они контролируют наши тела, они решают, можем ли мы делать аборт. Точно так же абьюзеры считают, что они имеют право контролировать своих партнерш, потому что они не уважают их. Уважение и унижение — это антонимы. Это супер некомфортная мысль, но абьюзером может быть ваш близкий друг или родственник или ваш коллега, который с вами обходится супер клево и который просто супер nice guy. Все люди со всеми людьми ведут себя по-разному. И человек может быть очень классным, веселым коллегой, но со своей женщиной он обращается плохо. Чувак может быть классным актером, но своего ребенка он может насиловать. Поэтому просто, когда вы узнаете, что какой-то человек был абьюзивным по отношению к своей партнерше или партнеру, то не нужно говорить, что «Ой, как же так? Это же такой хороший человек! Он же, как бы, он мне подарил шоколадку и всегда был такой вежливый, и столько денег на благотворительность отчисляет. Нет, не надо такого говорить. Пожалуйста». Абьюзивные отношения очень-очень трудно прекратить из-за того, что они нормализованы в обществе, и ты просто не понимаешь, что происходит что-то неправильное, потому что ты любишь человека, и ты, как бы, находишься в такой ловушке, потому что ты любишь несмотря ни на что и бла-бла-бла. Потому что ты боишься, что партнер совершит самоубийство или что-то с собой или с тобой сделает еще. Чувствуешь стыд или винишь себя. Раз это случилось со мной, то я это заслуживаю. Или, например, ты ставишь под сомнение свою рациональность и перестаешь доверять своей оценке и своим умозаключениям. Абьюзивные отношения очень важно прекращать, пока это не кончилось плохо. Все видео я говорила преимущественно об эмоциональном насилии, но очень часто оно перетекает в физическое. И вы, наверное, знаете, что в России масштабы домашнего насилия просто огромные. Каждые 40 минут от домашнего насилия умирает женщина. Поэтому, если вы узнали в том, что я рассказала себя или кого-то близкого, то, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Почитайте об этом побольше, погуглите, почитайте ссылки в описании видео, помогите кому-нибудь, дайте денег в центрах сестры. Если с вами это случилось, знайте, что вы в этом не виноваты, и никто не заслуживает абьюза. Никто. Все люди заслуживают уважения и здоровых отношений. Если кто-то вам доверился и рассказал о своем абьюзе, то выслушайте человека, не занимайтесь эффективно-блеймингом, не обвиняйте. Поддержите человека, помогите найти всякие ресурсы, там, телефон доверия. И если у человека не получается с первого раза расстаться, то не злитесь и не раздражайтесь, потому что это очень-очень часто у людей не получается с первого раза расстаться со своим абьюзером. И у всех очень разные ситуации. Там могут быть всякие финансовые переплетения и финансовая зависимость, могут быть дети, что угодно. Очень часто все довольно сложно и запутанно. Поэтому, вне зависимости от ситуации, просто всегда поддерживайте человека и называйте вещи своими именами. Вот. Это все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Пожалуйста, почитайте. Ссылки в описании. Я надеюсь, что с вами никогда вообще ничего такого подобного не случится. Кстати. Недавно я сделала третий Зин про пёщу. В нём, так же как и во втором Зине, есть ответы на вопросы от пёся, ёжика и котика, про трансгендерность, про феминизм. Также там есть комикс про гендерные стереотипы, рецепт очень вкусненький. И я решила сделать его чёрно-белым со скринтонами. Эм... Андрей, как тебе Зина? Очень понравился. Стоит он 250 рублей в моём магазине на shop.nexelpixel.com Ещё я недавно участвовала в фестивале, и к фестивалю делала вот такие значки. И я их повезу в Питер 10-11 июня на большой фестиваль. А, и ещё вот такие металлические пины с пёсей тоже можно купить сейчас в моём онлайн-магазине. Они очень-очень классные и блестят. И вот. Они стоят 350 рублей. Спасибо. Пока. Чмав.